Химиотерапия Также отмечается меньше частота летальных исходов от иммунотерапии по сравнению с химиотерапией И в частности смертность от нежелательных явлений иммунотерапии чаще встречается при комбинированной иммунотерапии И наша задача, как сказала Наталья Николаевна, вовремя диагностировать и начинать симптоматическое лечение данных осложнений, чтобы это не привело к летальному исходу Гастроинтенсиональное осложнение гепатотоксичность возникает в среднем через 7 недель, около 2 месяцев от начала терапии И время до регрессии отличается, желудочно-кишечное осложнение в среднем, это медиана времени регрессии 1,5 недели, а печеночной токсичности где-то около 3 недель Чаще всего среди осложнений стороны желудочно-кишечного тракта встречается диарея и колит, как в общей градации, так и в третьей-четвертой степени Многие специалисты разделяют эти термины отдельно, как диарея и колит некоторые объединяют в одно осложнение По данным исследований выявлено, что наибольшее частое прекращение лечения вследствие осложнений со стороны желудочно-кишечного тракта Это комбинированная иммунотерапия по причине диарея и колита в 8% случаев Несколько меньше при назначении ингибиторов CTL4 и наименьшее количество от PD-1 ингибиторов По данным изучения 31 тысяча случаев иммуноопосредованных нежелательных явлений выявлено 613 летальных исходов Это 2% случаев, а из них по причине осложнений от назначения CTL4 70% смерти было от колита От PD-1 и PD-L1 каждый третий пациент погиб от пульмонита И также каждый третий пациент погиб от пульмонита от комбинированной иммунотерапии Каков механизм развития иммуноопосредованных колитов? Он, конечно, объясняется тем, что назначение ингибиторов PD-1 анти-CTL4 предотвращает ингибирующие функции этих рецепторов И происходит растормаживание иммунной системы Происходит активация лимфоцитов T-эффекторов Начинается выработка большого количества цитокинов Инфильтрация лимфоцитами И никакого контроля не происходит за стороны T-регуляторов И тем самым повреждается, растормаживается система Повреждается слизистая кишечника Ну, хотелось бы на примере нашего пациента Это случай давний, потому что в последнее время у нас не было выраженных осложнений со стороны желудочно-кишечного тракта Это пациент 26 лет, которому по поводу прогрессирующей меланомы была начата терапия эпилемумабом И после первого введения отмечалась диарея третьей степени, которая была оккупирована при низолонном в стандартной дозе После второй инфузии у пациента появились жалобы со стороны желудочно-кишечного тракта В виде частого стула более 8 раз, водянистого характера, с болями в животе и кровью и примеси в слизи в кали Пациента, конечно, сразу госпитализировали Понимая, что в отличие от обычных воспалительных изменений, обезвоживания и общее состояние пациента будет ухудшаться достаточно быстро, в короткие сроки И необходимо принимать срочные меры И необходимо тщательно собирать анамнез, чистота стула, когда появились эти симптомы Исключить наличие аутоиммунных заболеваний, также нарушение диеты и других причин Тщательно осматривать пациента кожные покровы, слизистые оболочки Общий анализ крови, биохимический анализ крови также является стандартным в диагностике Здесь нам нужно также проводить дополнительно, исключить симптомы панкреатита Также возможно исключение гипертиреоза То есть при гипертиреозе также может отмечаться диарея Также необходимо выполнение сирологических исследований и исключение целиакии Анализ кала проводится для исключения инфекционной природы диареи И, конечно, основополагающим методом диагностики является колоноскопия По компьютерной томографии тоже можно проводить, где мы можем увидеть Такие диффузные изменения кишечника, сегментарные изменения с утолщением стенок кишечника Но основным, конечно, методом является колоноскопия И мы можем на данном слайде видеть, как иногда тяжесть диареи может не соответствовать картине при колоноскопии Например, диарея второй степени может быть без изменений слизистой кишечника Или может быть с явлениями эрозивных и язвенных изменений Так и диарея третьей степени И, что интересно, даже диарея первой степени может иметь картину колоноскопическую, выраженную С язвенными и некротическими изменениями кишечника Поэтому колоноскопия является основополагающим методом диагностики колитов И у нашего пациента выполнена колоноскопия, где была выявлена картина язвенного терминального элита и выраженного колита И, как мы уже знаем, в настоящее время наличие воспалений, извязлений и слизистой кишки при колоноскопии является прогностическим фактором неэффективности глюкокортикостероидов Так и получилось у нашего пациента На фоне кортикостероидов в течение недели не было отмечено эффекта лечения И пациент переведен был дальше на дальнейшую иммуносупрессию Мы должны знать, что лапирамид не назначается, так как может скрыть симптомы и привести к развитию перитонита Здесь на данном слайде алгоритм лечения колитов, где мы видим, что при первой степени диареи колита возможно продолжение иммунотерапии Однако при развитии второй и третьей степени необходимо приостановить лечение с решением о госпитализации пациента Назначение клюкокортикостероидов, инфузионной терапии, симптоматической терапии Также возможно увеличение доз стероидов И мы должны знать, что при возникновении осложнений третьей и четвертой степени Можно ставить вопрос о постоянной отмене иммунотерапии И при неэффективности лечения кортикостероидов в течение недели назначается инфлексимаб Пациенту нашему выполнено введение инфлексимаба в стандартной дозе И мы видим, что картина колоноскопии достаточно позитивная, с положительной динамикой На фоне после введения инфлексимаба преднизолон не отменялся А производилась редукция дозы постепенная по схеме И мы видим в данной таблице, что на комбинированной иммунотерапии, на монотерапии Каждый третий пациент с осложнениями со стороны желудочно-кишечного тракта Получал иммуносупрессивную терапию инфлексимабом И как оказалось, данное назначение не влияло на эффективность лечения Что касается аутоиммунных заболеваний Выяснилось, что наличие уже до лечения аутоиммунных заболеваний Коррелировало с улучшением времени без прогрессирования на иммунотерапию два раза Но у таких пациентов более высокий риск и более раннее начало иммуноопосредованных осложнений Так, частота нежелательных явлений со стороны желудочно-кишечного тракта У пациентов, имеющих воспалительные заболевания Достигала 41% против 11% у пациентов без таких заболеваний И было выявлено, что чаще обострение аутоиммунных заболеваний Вызывает ингибиторы PD-L1 Возникающие изменения ДНОВА чаще встречаются при назначении ингибиторов CTL4 Что касается иммуноопосредованной гепатотоксичности Мы должны понимать, что это редкое осложнение И чаще встречается при назначении комбинированной иммунотерапии Среди всех летальных исходов от иммуноопосредованных осложнений в виде гепатотоксичности Вообще всех гепатотоксичность составила 22% при назначении ингибиторов PD-1 и PD-L1 То есть достаточно немаленький процент при данной терапии Что же нужно сделать для раннего выявления иммуноопосредованного гепатита Это, конечно, также активное выявление жалоб Тщательный сбор анамнеза Тщательный осмотр пациента Потому что возможно бессимптомное течение Пациенты должны быть предупреждены до начала лечения И сообщать о появляющихся симптомах непосредственно лечащему врачу Далее необходимы методы лабораторной диагностики С мониторингом трансэминаз, билирубина Которые должны контролироваться каждую неделю при наличии гепатотоксичности первой степени И мы должны понимать, что одновременный подъем трансэминаз, билирубином Или щелочной фосфатазы усиливает степень тяжести течения С чем дифференцировать иммуноопосредованную гепатотоксичность? В первую очередь это с вирусными гепатитами С вирусными гепатитами, аутоиммунными гепатитами Они могут различаться по гистологической картине С метастатическим поражением печени, где возможно псевдопрогрессирование, гиперпрогрессирование С тромпозами, а именно с тромбозом портальной вены С синдромом Бадо-Киари С миозитами и рапдомиолизом Если отмечается значительный рост АСТ по сравнению с АЛТ То скорее имеет место рапдомиолиз С синдромом синусоидальной обструкции Когда разрушаются капилляры синусоидальные Лекарственным гепатитом, алкогольным гепатитом И с давлением желчных протоков Что необходимо дополнительно выполнять при нарушении функции печени Это анализы на инфекции гепатиты, В, С Определение мегаловирусной инфекции Оценка общей функции печени Выполнение компьютерной томографии, МРТ или УЗИ печени По данным компьютерной томографии Мы можем увидеть картинку перипортального отека Гепатомегалии или лимфоденопатии Но очень часто, конечно, и более точно Может дать ответ эгистологическое исследование Мы видим на картинке А Это портальное воспаление Перипортальный холестаз На картинке Б Повреждение желчных протоков и холонгит И такой тип чаще характеризуется рефракторностью К симптоматической терапии В сравнении с аутоиммунным гепатитом И лекарственным повреждением печени При иммуноопосредованном гепатите Повышается количество CD3, CD8 лимфоцитов И снижается некоторые клетки CD20 и CD4T лимфоцита Даже проведено исследование Что имеются различия повреждения печени В зависимости от того, какой иммунный препарат был введен И мы видим, что при назначении анти-CTL4 препаратов Повреждение печени характеризуется Центролобулярным сливным некрозом С наличием гранулем с кольцами фибрина С эндотелиитом вен и очаговых нарушений эндотелия С назначением анти-ПД1 ингибиторов Проявляется в виде активного гепатита С легкой перепортальной умеренной долевой активностью То есть по гистологической картине Возможно различить, какой препарат вызвал повреждение печени Здесь стандартный алгоритм лечения гипотоксичности При первой степени возможно продолжение иммунотерапии При второй, третьей, четвертой степени При остановке временной иммунотерапии Но при третьей, четвертой степени Мы должны уже решать коллегиально О постоянной отмене иммунотерапии И, конечно, назначение кортикостероидов Позволяет быстро купировать данные осложнения Но если гепатотоксичность не разрешается То здесь используют иммуносупрессоры И мы должны знать, что инфлексимаб Не назначается при гепатотоксичности Потому что сам может вызывать такое повреждение В виде нарушения функции печени И хотелось бы заключить свой доклад тем, что да Возможно ли рецидив колитов и гепатитов При повторном назначении иммунотерапии И выяснилось, что да Такой риск существует И он существует в 30% случаев Поэтому каждого пациента необходимо подбирать Для повторного назначения иммунотерапии Спасибо большое за внимание Спасибо за внимание